Продолжение следует... И так уж случилось, что 5 июня, а следом и 10 июня случились два события, которые так и напрямую касаются обеспечения арктических улусов. 5 прошли парламентские слушания по данной теме, и следом вышли публикации наших коллег, которым они просто-напросто утверждали, что жрать на северах нечего. И 10 числа очень представительная делегация исполнительных органов власти побывала на объектах, которые непосредственно участвуют в завозе в арктические улусы продовольствия. И об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Мы начинаем. Сегодня у нас еще раз руководитель предприятий, которые обеспечивают северный завоз, получается, руководители производственных объединений, которые работают на крайнем севере. А я уже был гостем нашей той программы, поэтому привычный, наверное, будет. Мир Константинович, склинивайтесь сразу, давайте поговорим открытую, без всяких условностей и так далее. Василий Васильевич Лебедев, человек-легенда, капитан Магдебурга, одного из двух кораблей, которые задействованы в обеспечении северных улусов в продовольствии. И руководитель непосредственно самого предприятия, акционерного общества Туимада Агроснаб, Павел Чириков, у нас сегодня в гостях. И давайте вот в видении Туимада Агроснаба, как прошли вот эти два мероприятия. В первую очередь это парламентские слушания, которые прошли в стенах Вильтумен 5 июня. И 10-го выходной день очень представительная группа руководителей, три министра, два руководителя отделения банков и до кучи еще представителей других структур, которые непосредственно должны участвовать в данном процессе. Вот оцените, ну оценку вашу, давайте послушаем. Ну вот на сегодня получается по северному завозу очень много разговоров, да, потому что как бы зима была очень сложная, это по завозу топлива, по завозу сенок, кормов, допустим, и продуктов питания. Потому что все помнят, что были обращения жителей Андрюшкина, допустим, села Колымское, зимники до них открылись поздно, потому что ввиду природных условий. И тут работа не только вот нашего предприятия в обеспечении севера, но тут и другие компании участвуют. И есть сопутствующие компании, такие как дороги Арктика, допустим, обустройство зимников занимается. Ленск объединенный речной проход, который, как и мы, занимается вот завозом в навигацию. И сегодня вот мы хотели бы вот эти усилия как-то направить на пользу жителям Арктики, потому что сегодня, когда такие предприятия, как мы, осуществляют завоз продуктов питания, сельхозпродукции в арктические улусы, то вместе с тем они должны осуществлять и вывоз промысловой продукции. Это мясо, рыба, дикоросы, грибы и все-все-все. То есть тем самым мы могли бы сделать какой-то товарообмен между центральным и арктическим улусами. Допустим, к примеру, вот сегодня все говорим о развитии местного товаропроизводства. Вот только что был на совещании у главы республики по данному вопросу, и все вот там обсуждали вот именно новые видения. Но для некоторых, допустим, для рыбопереработки, для мясопереработки нужно сырье, допустим. А вот в арктических улусах это сырье, оно есть, оно восполняемый ресурс. Допустим, дикоросы, да, ягоды, они растут каждый год, допустим, точнее, каждое лето вот растут ягоды, осенью их собирают. Что не собрались, то получается они как бы в следующем году опять возобновляются. Итак, возобновляемый ресурс. И если была бы возможность у людей вот сдавать вот эту продукцию, допустим, могли бы осенью сдавать ягоды, грибы, мясо, допустим, летом рыбачить, рыбу сдавать. И получали бы доход. И получая доход, жители подняли бы свой уровень. И тогда, конечно, может быть, меньше было бы вопросов в том части, что нехватка продуктов, нехватка каких-то других хозяйственных товаров, допустим. Условия жизни были бы лучшие. И получается, во главе угла был бы человек, потому что именно мы должны сегодня создавать комфортные условия жизни для арктических жителей. Потому что именно сегодня арктические жители, они охраняют границы нашей большой республики. Сегодня они обеспечивают безопасность наших территорий, в том числе пограничных зон. И такая возможность есть, потому что мы, как компания, которая занимается переработкой рыбы, мы готовы сегодня покупать рыбу в любых объемах. То есть у нас есть вопрос, да, то есть люди вот любят нашу продукцию, покупают ее, и мы готовы ее делать больше. Насколько задействована вот линия якутского рыбозавода, сколько она может перерабатывать и насколько она загружена? Мы сейчас работаем на базе якутского рыбного завода, который был еще сформирован в советские годы, вот в АПК Якутии. То есть это большие колоссальные мощности, это 2500 квадратных метров. Это оборудование, которое можно перерабатывать до 2000 тонн рыбы в год. И плюс еще вот наши новые объекты, это такие как хладокомбинат, где можно загружать 2000 тонн рыбы, как раз под этот объем. У нас есть вот теплоходы-рефрижераторы, Магдебург и Михаил Мальчиков, которые могут вывозить по 1000 тонн мороженой продукции. Всего за навигацию делают два рейса. И плюс у нас еще есть автомашины, которые зимой осуществляют завоз тех или иных продуктов и обратно осуществляют вывоз. Количество автопарков какое? Говорили о цифрах там 50, 60, 70. Нет, у нас на балансе получается 70 автомашин, большегрузных автомашин, 70 автомашин, но как бы честно скажу, что там машины есть с 90-го года. То есть мы сегодня, осуществляя северный завоз, поднимаем весь свой автопарк. То есть летом у нас люди занимаются ремонтом и зимой работают. И наоборот, зимой мы готовим суда к эксплуатации, проходим оседеятельность, сдаем речному регистру. И получается вот навигацию возим. То есть вообще сфера деятельности вот нашей компании, она многофункциональна. То есть во многих направлениях мы задействованы. Ну, на самом деле я во многом согласен. Но просто я заглядывая наперед, скажу, что у предприятия есть свое видение тех процессов, которые должны... Та же сеть овощехранилищ, допустим, заготовительных пунктов, которые должны делать прием у населения от северной продукции. И я бы не сказал, что только для якутского рыбзавода. Ну, непонятно тут ваши интересы. Но, допустим, будь на местах пункты первичной обработки. Вот пример Чукотки. Они же обрабатывают оленину, вывозят чуть ли не в Финляндию, где она пользуется нормальным таким спросом. Будь пункты первичными. Ведь, на самом деле, Чукурдарский рыбзавод, который почил БОЗИ, идея очень хорошая, да? Да. Идея очень хорошая была, и так получилось, что не состоялся он. Будь таких рыбзаводов, таких пунктов первичной обработки на местах больше, легче бы вам жилось или нет? Конечно, было бы намного легче жить, если бы сегодня рыбак или же ведь серхостовропроизводитель, оленевод, знал, куда сдавать продукцию, куда реализовывать. Что он бы, получается, постоянно сдавал бы и постоянно имел доход. То есть постоянно на сегодняшний день мы сами занимаемся извозом, да? Вот транспортная логистика у нас очень сложная. И мы, если даже хотим много перерабатывать, ну, много производить, то мы физически не осваиваем. То есть одну машину можем фактически сделать или другую. Ну, меньше, как бы, получается у нас. И тут правильно, Павел сказал, да, вот у нас, как бы, и вот то, что она должна быть, как быть. Мы сдали продукцию, да, вот пришла бы, например, продукты приехали бы, да, и обратно уехала бы. А постоянно на сегодняшний день у нас такого нету. У нас вообще вот зимником только мы приезжаем, то есть машина у нас такая, да, в апреле только март, апрель, и все. У нас все, у нас все, дорога закрыта. И на весь год у нас ничего нету. Да, у нас ничего нету, но вот Апторг возит, да, вот, вертолетами и так далее. Ну, обратной загрузки нет у Апторг. То есть он наши продукции не берет, просто прилетает, привозит и обратно уезжает. В смысле, они улетают обратно пустые вертолеты? Иногда пустые, ну, в основном пустые улетают. В основном пустые? Да, вот, и как бы вот тут тоже, как бы, нестыковка тоже есть, и вот вообще, по идее, да, вот, государственными или же вот такие предприятия нам, как бы, если было бы, если бы занялись бы, да, вот, именно гарантированным сбытом, загарантированным закупом, то я думаю, что на местах мы, фактически я, вот, мы хозяйство или же участники, они там на севере не осилят никогда. Вот это сбыт и закуп и так далее, заготовку и продукции, да, у нас нету машин, нету производственной базы, пока построим, пока это. У нас, если даже возьмем кредит, мы сядем на этом кредите и никогда, как бы, не восстановимся и так далее. Ну, вот, вот, такие крупные предприятия нужны на местах, вот, где вот таких примеров, как у нас в Андришкино, например. То есть, Ая, вы предлагаете локально, в пределах, там, двух, трех, четырех районов, восстановить систему Советского холлбуса? Да, 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 да. Ну, хотя бы начать с какого-то, да, хотя бы спускать, начну с Андришкина, хотя бы, да, вот, в этом году или в следующем году. Ну, вот, если даже есть финансирование, да, вот, попробуй, да, вот, как это получится. Будет ли работать в качестве пилоты? Да, будет. У нас же трудоступный населенный пункт, мы, как бы, отделены, мы сами себя кормим, например, населенные. Предприниматели сами привозят продукты, продают, и как бы население, как бы, вот, как островок живет, и все. И вот, Аптор, да, вот, привозит продукты, конечно, вот, продает по фиксированным ценам, это нормально тоже. Хорошо, но недостаточно. Мы хотим, чтобы у нас на перелахах магазина была картошка, да, овощи, фрукты и так далее, и так далее. Ну, вот, а фактически у нас ежегодно такого нету, вот, продукции, например. Мы тоже хотим жить, как в Якутске, да, вот, населенные. Вот тогда бы люди потянулись бы на север. Мир Константинович, у Усиани как дела обстоят? Вот, насчет, еще раз, я хотел бы акцентировать, все-таки, теме местного товаропроизводителя, да, сейчас уделяется большое внимание. Вот, вот, будь организованы пункты первичной обработки, вот, легче бы вам стало бы или нет? Ну, конечно, это, во-первых, тема рыбохозяйственного комплекса, она всегда была актуальна, и очень широкая, и меньше широкая, и вообще широкая, и вообще широкая, и, да, действительно, очень нужна, здесь мы, сами производители, мы не можем, как бы, у нас есть возможности, да, и участки, и промысловые квоты, и все прочее. У нас есть очень большой объем, и у нас есть большой ресурсный потенциал, и сырьевой потенциал. Вот, как Павел Петрович правильно сказал, что нужен, конечно, там нужен один, который бы, вот, единый, единый, который бы закупал нашу продукцию, то есть брал на себя обязанности закупки и реализации продукции, вот. И при этом бы он, допустим, работая с нами, допустим, он бы еще брал бы, как бы, материалитическое обеспечение, как это было в те времена, вот, когда была плана экономики, значит, да, вот тогда в этом случае рыбаки могли бы работать. На данный момент рыбаки просто работать не могут из-за того, что у них нет оборудованного капитала, вот, потому что это производство сезонное все-таки, и подготовка к ней требует очень много этих подготовительных таких мероприятий. Когда, допустим, если у тебя есть финансовые ресурсы, ты можешь восстановить, как бы, произвести ремонт, дополнительно набрать бригаду, создавать продукты, питанием обеспечить, и вовремя выйти на промысловый участок, вот, не опаздывая. Потому что, вот, само рыбная продукция, она, его специфика, допустим, да, вот, производство, она очень требовательна. Его нельзя, ни одного дня нельзя пропустить. Вовремя надо давать производство и закончить его. И она происходит очень за короткий сезон, за короткий промежуток времени. Вот хлебором, допустим, или это, им же государство дает субсидии, там, на весенние полевые работы. Он вовремя сел, вовремя собрал, получил хороший урожай. И у нас то же самое. Если наша подготовка прошла хорошо, у нас бригада полностью укомплектована, у нас есть производственные мощности, все работают, все это. И мы получаем, естественно, хорошую, это самое, продукцию, хороший объем добычи. Выполняем все планы. Ну и последовательно потом уже идет, уже второй этап, уже идет, конечно, сбыт, на который, вот, действительно, вот такое вот, перерабатывающие. Но самое главное, чтобы вот этот, который берет обязательства себя на анализацию, он должен быть государственным. Желательно быть государственным. Потому что, вот, смотрите, я очень бы хотел остановиться здесь, заметить, да, вот, именно единую изготовительной системы, которая у нас сегодня вот для рыбаков, для северных улусов, вот, работает этот механизм. Механизм, само собой, по себе, она хорошая, нормальная, там, можно сказать. Но само внутреннее, это самое, там неправильно ведется эта работа, вот. Потому что, вот, вот, само, как бы, закономерность, да, торговли, она, его, его правила, это прямой производитель и потребитель, они должны иметь прямой контакт. Не должно быть там, по-моему, никакого коммерческого посредника. Посредника, да. Мы должны иметь напрямую контакт. И у нас должно быть выработан такой программой, механизм, чтобы мы действительно, вот, ввели такой общий, как бы, это самое. И при этом мы сразу получаем результат этого товарооборачиваемости. То есть наша продукция сразу в течение года, там, или в течение полугода, уже возвращается уже в денежном выражении к производителю. Это во-первых. Во-вторых, покупатель, он получает от нас, от того всего нас, мы, если мы производственники, то мы туда делаем накрутку только свою себе стоимость, которую достаточно, чтобы средний и нижний уровень покупательской способности, они могли бы купить наш продукт. А это основная часть, вот, потребитель, конъюнктура потребительского рынка, да, именно потребителя. Не по 700, не по 900 рублей. Да, не по 700, а по 900 рублей, это уже... Перебор. Дугоэтапное такое, как бы, сынообразование, да, вот, как бы, сыновой диапазон. Во-первых, сам производитель накладывать туда, потом там и налоги, и так далее, и прочее. Потом коммерсант получает то же самое, свои накрутки, свои дырки, и третий стоп, это уже... Продавец. Да, там уже продавец получает. И, в конечном счете, конечно, вот продукт, товар такой становится. И самое главное, вот этот товар, он образовывает очень большой товарный остаток. Потому что коммерсант, когда он продает, вот, сейчас вот, когда у нас заготовители, заготовители, это вот этот, перерывочек, рыбник, они на хозяйство, это хозяйство предприятия, самостоятельно. Вот, накручивая цену, значит, чтобы получить прибыль, они тоже идут на это, так. И это самое, вот, они начинают очень большую накрутку. Они работают только на свои карманы. У них остальное уже не интересует. Социальных функций нету никак. Другой, да, договора обязательства ни перед кем нету. И когда они еще договор закручают между нами, то они подписывают договоры, напишут. Вот 50% сейчас предоплаты, фактически, поставил, и 50% по мереализации. В этом случае создаётся вот такой вот, это самое. Задержка оборота. Да. И если он даже одну треть продаст, всё закуплено, за 10 тонн, допустим, 3 тонны продал, то он уже всё закрыл, все свои, там, значит, и получил хорошую прибыль. И остальные две части, у него остаётся на втором остатке, и он уже, как бы, это самое... А вы получаете за треть? А мы получаем только одну, вот за вторую часть. Значит, оно 50% мы же получили, а ещё 50% у нас остались, вот. И мы ожидаем его. Но товар-то залёживаясь, она образует товарный остаток, она же залёживается уже, вот что, портится, теряет товарный вид, качество и так далее. И она вот, как бы, у нас в дебютовых счетах появляются уже дебютовые счета есть, вроде, производство рентабельно показывает, дебютовые есть, по налогам долги образовываются. Почему? Потому что вот ты же указал, там, на балансе, там, все доход, доходность его. И вот платить столько, а у нас уже мышцы, фактически, 50% ещё не дополучили, в ожидании, как бы, да? Его не поступают, и у нас, потому что не хватает, допустим, платить, производить, там, и по налогам счета, и так далее, и прочее. Вот такое вот система, в общем, заготовили на системе, то есть в настоящее время, последнее время, уже не оправдывает, как, его надо уже менять его. Мы такой системы уже долгое время испытываем, вот такие вот, это самое. И очень хорошо было бы, если бы было, вот это вот, между нами, стояла бы именно государственная структура, которая бы... Государственный оператор, да? Государственный оператор, да. Которая бы координировала и регулировала бы ценообразование, и весь процесс между производителем и покупателем. В этом случае уже ведется уже экономический... Ну, конечно, там, на основании экономического анализа должно проводиться все это, вырабатываются программы, механизмы и все прочее. Сыр, комплексная, как бы такая, системная, складывается вот это самое. Вот. Вот на нынешний день, мне кажется, что, допустим, Агроснаб, как бы он имеет, вот, если бы взял такую себе функцию, то, конечно, мы бы уже с ним работали бы, наша бы работа более бы рентабельная была бы. Мы действительно бы увидели бы свою рентабельность в производстве, конечно, бы получили бы хороший доход, и, конечно, бы делали, начинали делать уже к вложению на развитие производства. Мы же отвлекали бы средства, у нас были бы обороты на капиталы, и вовремя заходили бы, вступили бы в производство, и это самое. Весенние подготовительные работы, ну, вот так вот. Ну, тут, на самом деле, факторов очень много. И природных, и различных, и ведомственных каких-то, да. Вот обмеление рек все фиксируют, допустим, по Алазею, когда я изучал материал, вот Магдабур же, допустим, не может зайти далеко, да. И особенностям вот еще раз Северного завоза, который сезонный очень характер имеет, вот короткое лето мы должны использовать по максимуму, мы вернемся после рекламной паузы, которая неизбежна, неизбежна на канале НВК Саха. Сразу после рекламы мы вернемся к теме Северного завоза. Один из нас опять возвращается к теме Северного завоза, который в прошедшие дни, 5 и 10 июня, был на острие, скажем так, проблемы. И сразу мы принимаем телефонный звонок, звонок, говорят из Нижнеколымска. Говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Дмитрий Сочерского, Нижнеколыма, Владимир Сазонов. У меня к вам вопрос такой. То есть предложение, почему бы нельзя поменять схему доставки овощей, не в Якутске, а в Верхове, в Каламе, в Каламе, в Каламе, в Каламе, в Каламе, в Каламе. Верхнюю, в Среднюю и в Нижнеколому овощами. Заключить с ними договоры. Достать туда рыбу, обменяться, либо взять там территорию и сами выращивать вот эти сельхозяйственные продукты. Ну, вопрос понятен, а оно попалочное. Я думаю, вопрос адресован нам. Тут, видите, как бы... Тут уже действуют правила рыночной экономики. То есть мы, загружая наши теплоходы Магдебург, Михаил Мальчиков, в городе Якутске, берем определенный объем. Объем перевозок. Этот объем мы возим в Жиганск, в Тикси, в Нижнеянск, в Черске, в Среднеколымск, допустим, в Чокурдах и Белую гору. Если мы хоть одну систему, одно звено, допустим, в Черске, в Среднеколымске, переведем уже на поставки из другого региона, то есть не из Якутска, то, получается, у нас вот направление водного уже снижение грузооборота будет. Снижение грузооборота ведет к повышению тарифов. Повышение тарифов на доставку картофеля, да, это, получается, мы же должны свои расходы как-то закрывать. Это, получается, и отрицательно отразится и на рыбе, да, то есть на вывозе рыбы, мяса из дикоросов. Поэтому мы сегодня свой грузооборот максимально стараемся теплоходы загрузить, чтобы, потому что это дает мультипликативный эффект, да, то есть это, получается, рыбаки могут чуть дешевле вывозить. Допустим, люди могут чуть дешевле покупать картофель и овощи. И вот наша логистика привязана с этим. И плюс еще мы как оператор сельхозпродукции, мы все-таки для хозяйств нашего региона, нашей республики, мы же как бы их продукцию реализуем. А Верховек Алымы – это уже Магадан, да? Да, это поставки сельчанок. Логика есть. И в субботу мы были на флагмане, скажем, флотилии северного завоза на Магдебурге. Корабль в отличном состоянии. Я аж удивился Василию. Василий Васильевич Лебедев, капитан Магдебурга. Но вы говорили во время нашего тура, что вы вынуждены сами собирать по участкам рыбу, да? То есть, ну ладно, вот туда рейсы, да, а оттуда вывоз. Вот с этими особенностями давайте немножко поделитесь, пожалуйста. Нет. Ситуация в чем? Вот сейчас был задан вопрос по Магадану. Ну, что сказать про реку Колыму? Ведь выше поселка Зырянка река идет условно судоходно. И вывоз оттуда очень трудный. Поэтому сказать, что мы возьмем картошку в Семчане и развезем ее по всей Колыме, это что сунуть палец в небо. Не судоходная река. Да, будет там вода, не будет там воды, никто ничего не знает и никто не может предугадать. Так же, как, например, на сегодняшний день мелководье на реке Леня в Верховьях. Так же там и там так же может быть. Да, вырастили урожай в Магадане, собрали там картошку, и она там и осталась. И люди остались внизу без картошки. И второе, картошку, которую привозит Магдебург на Колыму, она намного дешевле, чем привозят люди с Магаданской области. Это не мои слова, это слова людей, жителей того же Среднеколымска и Нижнеколымы. И поэтому говорить, чтобы мы отказались от якутской картошки и ходили только на Колыму за рыбой, то какой смысл? Даже те 30-40 тонн рыбы, которую нам готовит ежегодно Средняя Колыма, то есть в Среднеколымске мы грузимся, это и то для людей какой-то плюс. Картошку мы всегда привозим вовремя, по дороге мы теперь останавливаемся. Еще село Колымское, что для них выгодно, больше мы не возим другим видам транспорта, кроме нас. Как раньше перевозили, мы приходили на Зеленый мыс, выгружали и там потом развозили. Теперь мы останавливаемся и забираем тут же у них ту продукцию, которую они, мясо и рыбу, которую они заготавливают для нас. То есть останавливаемся мы на несколько часов, погрузка осуществляется очень быстро, потому что времени совсем нет. Но мы стараемся, экипаж старается, люди, которые там живут, тоже стараются нам помочь. На самом деле, Василий Васильевич, поздравляю, кстати, с 20-й годовщиной первого рейса на Колыму. Представьте, если дистанционно от Якутска до Колымы получается 4 тысячи километров. 4 тысячи с лишним километров. Да, Средняя Колымская от Якутска 4 тысячи с лишним километров мы проходим. Заходим мы на Тикси, заходим мы в Найбу, в которую богом забытый край, как лучше сказать, или богом забытая местность, о котором даже о народе никто не вспоминает. Теперь мы туда ходим, завозим им продукты. На Яну мы теперь ходим. Ну и дальше по Колыме через море до Среднеколымска. В Среднеколымске мы выгружаемся, грузимся и дальше возвращаемся в Якутск. Вот уже на протяжении 20 лет. А почему только два судна отдельные, получается, в Флотилии, а Гроснаба ходят на севера? Ну, в смысле, завоз продовольствия обеспечивают. Ситуация какая? Советским Союзом было заказано в далекие 80-е годы на Эль-Баверфи. В 2006 рефрижаторов была группа судов, была серия была заказана, мелкосидящих судов, работающих для реки Лена. Потому что поставки были мясной продукции в те времена, которые они возили, было очень много, и рефрижаторного флота не хватало. До этого было из простого теплохода, были сделаны три состава с рефвагонами. Даже до того доходило, и чтобы это заменить, были построены, заказанные и построены всего лишь четыре теплохода. И в 91-м году мы их получили, пригнали на Лену и работали. То есть должно было быть шесть, да? Должно быть быть шесть, да. Будь они все шесть кораблей на месте, здесь работали бы, да? Вот или бы здесь. Задача была бы выполнена. Сейчас просто перед эфиром Павел Петрович сказал, что речь сейчас идет о третьем судне, да? Который бы Запад прикрыл бы. Мы... Ситуация какая на сегодняшний день? Я же до этого говорил, когда мы встречались, что до 97-го года Ленский флот, который был у нас рефрижатором, никогда не ходили дальше реки Яна. Никогда в истории пароходства, в истории судоходства на реке Лене мы впервые в истории пошли в 97-м году на Колыму. Ну, рейс был, конечно, очень тяжелый, все боялись, чем это все закончится. Никто не знал, какой будет результат. Но сходили, потом на следующий год мы пошли на Индигирку. Индигирку открыли, и по сегодняшний день так и ходим мы. Возим рыбу, возим продукты. Третий теплоход нам нужен для закрытия западной части Арктики. Да, у нас получается, что наши теплоходы не имеют того класса, который разрешен по правилам морского судоходства до реки Аннабар. Нужна рефрижатор класса минимум СП, то есть волна должна быть не менее 3,5 метра. И для этого нужно закупить теплоход проекта 326.01. Цена вопроса какова? Цена вопроса 600 тысяч долларов. 600 тысяч долларов. Плюс перегон. Ну, перегон можно осуществить за счет, то есть покрыть расходы за счет доставки грузов с того же Архангельска, либо Санкт-Петербурга, либо с Мурманска. Почему я делаю упор на эти теплоходы? Потому что теплоходы эти имеют класс морского регистра, и теплоходы эти могут возить рефконтейнера, которыми можно будет закрывать Аннабар. Суда Ленского пароходства ни один из них не может возить рефконтейнеры, кроме наших двух рефконтейнеров, которые в себя помещают 14 рефконтейнеров и теплоходы типа СТК, которые могут брать на борт не более 10 рефконтейнеров. Вы говорили об этом первом зампризу, который непосредственно был на борту Магаза? Я уже два года это говорю, но пока ничего не изменилось. Тем не менее, все-таки надежда остается, что именно этим летом будет какое-то движение усилий, ресурсов и так далее, чтобы в правильном направлении, вот как говорят сами северяне, в правильном направлении пошли вектор усилий. Государство на самом деле предлагает огромные усилия. Просто можно было сэкономить там вместо вот этих пустых вертолетов, можно было сэкономить здесь, более плотно нагрузить, скажем так, трафик грузов, которые туда и обратно ходят между северами и центральной Якутией, чтобы получить максимальную для всех выход. В первую очередь для производителей севера, которые производят рыбу, мясо, дикорос, вот как Павел говорит. Которые живут там, надо, жизнь надо нам им обеспечить нормально. Я же говорю, когда мы приходим в Тикси первым рейсом, и я гляжу в магазине, картошка 250-270 рублей, вы можете представить. Я вот был на Колыме в 2013 году, там ездил по своим делам, и когда я зашел в магазин, там все были довольны, картошку, которую мы привезли, она еще продавалась по 60 рублей килограмм. А яблоки, которых нету, они почти 500 рублей. Вот, я сам захотел, купил 4 яблока, отдал 4 тысячи рублей, ой, 400 рублей, и ужаснулся. Ну, у меня тоже были знакомы, скажем так. Из сопривидельной страны, которая, находясь в Чакурдахе, зайдя в первый раз в тамошний магазин, отдал. Вроде бы, говорит, не купил ничего. Ну, сметану купил, молока купил, хлеба купил. Отдал 4 тысячи. 4 тысячи! Ну, человек-то такой здоровый, сметану любит покушать, да? Касаемо вот этих квот, которые... Все-таки будь на местах вот эти пункты хранения, первичной переработки, квота используемая, она выросла бы или нет? Конечно, выросла бы. Ну, этот квот регулирует не мы, специальный же орган федеральный есть. Давайте мы сейчас к квотам вернемся, да, телефонный звонок. Говорите в эфире. Здравствуйте, Нижнеколымский район, Винокурова, Альбина, по поводу завоза, значит, в Крайне Севера. Вот у меня вопрос как раз на был. В прошлом году у нас был завоз картофеля. В каком состоянии он пришел? Я не имею претензий к Магдебургу, потому что действительно человек работает, но в каком состоянии приходит продукция? И правильно Сазонов сказал? Лучше семчанам иметь дело? И платить достойную сумму, чем кушать гнилую картошку? Спасибо. Можно отвечать. На самом деле, самого факта гнилого картофеля в прошлом году не было. Именно специально, что вот такие вот вопросы возникают, что вот вы привозите гнилую картофель, допустим, надо возить оттуда. Именно для этого вот в 2016 году приказом Министерства сельскохозяйства была организована именно вот как бы рабочая группа. То есть там были представители Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности, Минский хоз, Госкома Арктики. И представители по два человека выехали в каждый населенный пункт, куда мы завозили, и там актом фиксировали. А другое дело то, что в Нижнеколымске там нет возможности хранить картофель и овощи на длительный срок. То есть нет овощей хранилища. Мы привозим, там вот местный предприниматель Негреба нам дал, допустим, рев контейнеры. Мы туда вот загрузили свой картофель и реализовывали оттуда, допустим. Потом, когда люди покупают картофель, то там вот уже у нас и фотоснимки есть. Они, получается, покупают, ложат, допустим, на снег, потому что на дворе уже октябрь, середина октября. На снег ложат, потом заходят, ложат к себе в квартиру, в дом уже в теплом помещении. Тут надо понимать, что картофель, он должен храниться при определенной температуре плюс 2, плюс 4 градуса. То есть мы прикладываем все усилия, чтобы в сохранности довести картофель. И дальше уже потребитель тоже должен соблюдать вот эти условия. А вот в субботу, когда у нас был Алексей Александрович, он верно сказал то, что люди, это вот из житых старого, когда люди покупают мешками. Люди должны приходить, купили килограмм-два, допустим. В магазине. В магазине, да. Килограмм-два купили. На сегодня съездили. Буквально вот на текущую потребность. Почистились, как бы сварились и поели. Потом ведут, покупают. И тогда вот такого вопроса нету. Потому что именно в самом пункте реализации, в торговом объекте, там уже идет постоянная переборка. Там уже хранение идет с температурным режимом. И тогда уже вот таких вопросов не будет возникать. Поэтому мы и сегодня говорим, что надо вот систему, вот инфраструктуру делать. Хладокомбинаты, допустим, овощехранищие. И вот возвращаясь к вашим вопросам, да, вот хотел бы на два вопроса акцентировать. Это первое то, что сейчас вот, допустим, речь идет о том, что вот как бы вообще веди понятие проектный офис. Вот проектный офис, это очень вовремя, потому что именно уже начали вот эти, искать такие проекты. И именно, не то что искать даже, а вот именно ведомственное регулирование. То есть если мы раньше свои проекты как-то разрабатывали вместе с Минсельхозом, потом шли на согласование Минэкономики, Минфин, то сегодня уже создаются рабочие группы, которые вот вместе взаимодействуют в этом плане. И нам это удобно, потому что мы получаем оперативную информацию, статистические данные, информацию о реализуемых мероприятиях, в том числе федеральных. Потому что есть ряд федеральных, вот допустим, фондов, которые финансируют вот такие как бы вещи, да. И мы вот с ними пытаемся работаем, как бы защищаем. И за счет этого мы уже начали говорить, что вот нужно вот возрождать завоз в Арктику и вывоз промысловой продукции. Вообще эта тема активно будируется с 2010 года, когда вот именно возникла потребность. Потому что вот даже то, что вы говорите, вот как это влияет на квоти. Раньше вот, допустим, в том же Аннабарском лусе квота была 500 тонн. Не квота, а добыча, да? Нет, это именно разрешенная квота на вылов рыбы была 500 тонн. И люди рыбачьи, потому что, а потом получается, когда уже... Сейчас сколько? А на сегодня квота уже 50 тонн. То есть элементарно нет возможности вывоза. Если брать... Хранение на местах вывоза гарантированного... Потому что сегодня вот, допустим, на реку Аннабар из наших пароходств республиканских заходят только лена нефти. То есть они завозят только топливо. У них там нет палубы, нет возможности возить контейнеры. А мы говорим, что нам нужно судно класса СТК или выше классом, допустим. Мы могли бы завозить туда так же снабжение делать, потому что мы туда картофель и овощи ввозим самолетами. И самолет максимально загружается на 4-5 тонн и ввозит столько же. А если мы бы, допустим, приобрели судно бы и завоз сделать бы и 500 тонн уже квота восстановилась бы, это был бы мощный толчок. Павел, вы экономист, назовите просто доходчивую экономику. Во сколько обходится, допустим, одна тонна завозимая речным транспортом и воздушным транспортом? Даже могу сказать на килограммы, да, чтобы было? У нас, получается, если отправлять самолетом, цена килограмма достигает до 150 рублей. Если отправлять, допустим, нашими судами, то до, допустим, того же Черского, допустим, до Средниколымской, до Белой горы у нас 26 рублей на килограмм. 26? Да. Вместо 150. Вместо 150. В 5 раз дешевле. И учитывая, что мы можем возить не по 4-5 тонн, а разом завозить с сохранением температурного режима сотни тонн, то это уже как бы разница вообще. Поэтому мы и говорим, что нам надо именно повышать загрузку до туда и обратно. Потому что у нас сегодня вот эти суда есть, они в отличном состоянии. Василий Васильевич показал нашей комиссии, сказал, что не было ни одного капитального ремонта, потому что текущий ремонт, он всегда выполняется от плана. И вот Василий Васильевич, он больше 26 лет, вот 27-й год он работает на этом теплоходе «Магдебург». Потому что это уже его второй дом, и он заботится об этом суда. Там очень уютно, кстати, Василий Васильевич. И камбус хороший. И мы как предприятие, как бы всегда вот Василий Васильевич идем на встречу, создаем там уют, допустим, да. И потом ежегодно ведем покраску, допустим, ремонтные работы ведем. Сейчас вот вместе, ну то есть с помощью, поддержкой госкомитета по делам Арктики купили еще один аппарат шоковой установки, чтобы рыбу замораживать, допустим, уже летнюю рыбу замораживать. Потому что опытные люди говорят, что, знают точнее, что у нас вот, допустим, любимое блюдо это вот траганина, допустим, да. Она лучше всего получается из летней рыбы. Потому что летняя рыба, она как бы жирная. Пока жирная, жирная на гранина. Папа, давай к тонкостям опять же рыбы вернемся в нашей третьей части, которая сразу после рекламной паузы, которая опять же неизбежна, как обеспечение северного завоза на канале НВК. Обеспечение. И мы переходим к завершающему блоку нашей программы, которая, ну, как всегда, во время рекламных пауз у нас самое оживленное обсуждение. И вот с Василием Васильевичем мы сошлись в одном интересном детали, заметили, да. Во время войны блокадный Ленинград первая необходимость была хлеб, да, потом уже поление там и так далее, и так далее. Василий Васильевич задает вопрос, почему у нас прерогативы, преференции даются как раз на горючий смазочный материал. Я вот этого понять не могу. Надо людей накормить, а потом уже согреть. И для меня это дико. Вот я вырос сам в сельской местности, и что, если ты голодный будешь, ты работать не сможешь. Не надо мне тепло, мне не надо ничего, мне нужно, чтобы был человек сыт. Нет, ну, с одной точки зрения Ваша поведение понятно, но с другой стороны, жизнедеятельность тех социальных объектов и так далее, это же тоже очень высокая социальная задача, которую нарушать ни в коем случае нельзя. Нет, мы не говорим про это. Мы про это не говорим, мы говорим о том, что почему-то завозим мы, это просто завозим, а везет лор, уголь, это... Даже речь о том, что вот сегодня вот Аял, допустим, Иванович, да, он же сам из Томпонского улуса, он поехал в артистический район работать, возглавил такой кооператив, больше 5000 голов оленей. Это очень серьезный кооператив. И вот сегодня, получается, у людей, которые ведут такое большое стадо, им просто нет такого ассортимента товара, допустим. Почему сегодня вот оленеводы сами не могут мясо, которое они заготавливают, не могут в Центральной Республике продать, да? Потому что олени, вот, ну, как бы, с Аялом Ивановичем уже сейчас общаемся, вот, олени, это же, как бы, считается, как кораспелка, то есть через 18 месяцев он дает новый приплод, да? И это, по идее, вот, ну, с экономической точки зрения выгодно. Очень выгодно. Потому что в артистических районах там и волков-то нету, поэтому их там нужно просто присматривать. Но нет возможности реализовать. Почему сегодня вот кооперативы сами привозят по нескольку контейнеров мясо и пытаются продать, да? Почему вот, допустим, нельзя вот это все централизовать? Мы говорим, что мы можем, допустим, на имеющихся мощностях, потому что в каждом районе все равно есть заброшенные объекты, которые можно восстановить. Мы можем на имеющихся мощностях создать систему заготовки, закупа, вывоза и завоза туда. Все эта схема детализована, уже готова, да? Потому что мы говорим, что, вот, допустим, мы можем вывозить мясо, да? Мясо можно давать, условно, сахаропродукты, сайсары, допустим, да? Ягоды, можно давать, вот, ягоды Якутии хорошие вот морсы делают. Условно, вот, говорю, а вот туда завозить мы можем, допустим, макароны, изделия якутского хлебокомбината. Кондитерские изделия, допустим, яйца, мясо птицы, допустим, и много чего другого, допустим. И это, получается, для всех местных товаропроизводителей появляется, центральных товаропроизводителей появляется рынок сбыта там, в Арктике, потому что там есть люди, да, которые сегодня покупают только привозную продукцию. А для тех людей, которые живут в Арктических районах, они за счет вывоза получают доходы. И это, по идее, как бы товаропмен и этим считаем. Но это не система бартера, это именно денежные отношения. Когда в прошлую передачу Константин Николаевич Шахурдин начал говорить о факториях, да, ну, фактически об этом и идет речь. То есть, что вот эти за год пункты Холбаса, это же хорошо, вернее, не успевшие еще забыться фактории. Когда Шахурдин говорил о факториях, я немного, как о натуральном обмене, что ли, идет речь? Нет. На самом деле, просто все-таки 21 век, мы говорим электронные, там, деньги и так далее, и так далее. Я не думаю, что это просто было бы, да, на руки. Когда люди раз в год видят деньги, да, это не дело. И вот интересно, как бы хотел бы отметить, да, идею, может быть, новацию нашего проекта. Потому что вот не зря у нас были Сбербанк и Алмаз-Аргенбанк, потому что мы сегодня предлагаем, когда мы будем закупать у людей продукцию, мы им деньги будем, получается, отправлять на банковские карты, да. То есть у нас на месте заготовки человек дает подтверждение, с нашей бухгалтерии деньги поступают ему на карту, и он уже там посредством связи может там отправить деньги ребенку своему, допустим, да, или на эти же деньги пойти там через терминал купить продукты питания. И сегодня банкам мы говорим, что мы можем абонентскую базу их значительно расширить, и это же, во-первых, удобно людям. Увеличить оборот. Увеличить оборот, да. И получается вот сегодня, когда в населенных пунктах вот бюджетники получают зарплату на карту, ну, условно Сбербанка, и у них нету банкомата, а плюс еще в магазинах не принимают вот эти пастиковые карты, они вынуждены ждут, пока кого-то командирует в лос-центр, да, и чтобы он там всех обналичил, допустим, да, ну, это тоже как-то не так. А вот, допустим, интернет провести в отдаленную наследие, это уже сегодня это несложно, потому что вот компания X-Star, они ставят спутниковую антенну и на весь наследие раздают Wi-Fi, то есть каждому человеку дают логин, пароль, и он за определенную абонентскую плату пользуется. Мы бы, если вот открывали бы такие пункты, то на своих пунктах и ставили бы такие спутниковые тарелки, потому что в масштабах одной компании мы можем это себе позволить. Вот, допустим, Мир Константинович сегодня, у него есть несколько рев-контейнеров, да, и вот, допустим, он как кооператив сталкивается с проблемой обслуживания этих рефрижераторов. И такие же рефрижераторы, вот, допустим, есть на Инегирке, на Колыме, допустим, и если бы был бы единый оператор, то один работник Киповис вот ездил бы в командировки, все это обслуживал бы одновременно. Или почему вот сегодня устьянское хозяйство должно вот восстанавливать судно вот СПЖ, да, чтобы самим вывозить рыбу, но они восстанавливают судно 70-го года, допустим, построить, условно. А если бы мы бы, допустим, осуществляли вот централизованный закуп, то им и возить никуда не надо было бы. Они просто на месте сдавали бы, и, получается, все деньги у них в обороте было бы на улучшение уже условий труда и жизни населения, то есть их членов кооператива. И вот Мир Константинович тоже вот верно отметил, что вот система аванса, да, но аванс, он как бы двоякий, получается, потому что это, получается, нам как предприятию нужно сразу деньги вперед из оборота изъятия и положить, допустим, и ждать, пока вот в сентябре, в октябре придет, поступит нам продукция. А если бы постепенно, понемногу, по чуть-чуть покупали бы рыбу постоянно, да, это было бы куда эффективнее, так же. И Мир Константинович, вот, допустим, подтвердил, что очень много хозяйств сегодня, вот, которые вот на Индигирке, допустим, да, на Колыме, очень много хозяйств попали, грубо говоря, из-за таких договоров же. Потому что они заключили договора, отпустили рыбу и сидели, ждали. Попали, в смысле, экономически попали? Экономически попали, потому что очень много фактов есть неоплат, допустим. Потому что компания банкротится, да, сегодня, чтобы обанкротиться, компания отвечает только своим уставным капиталом, допустим. А потом рыбохозяйство уже остается должным людям. Сегодня есть хозяйства на Колыме, которые должны там по 4 миллиона, по 5 миллионов, допустим, да, в Чокурдах есть такие хозяйства. А без определенного товарооборота они выполнить эти обязательства никак не смогут? Они же, получается, вот рыбаки рыбачат, они эту рыбу сдают, у них на оценка своя какая-то такая, ну, минимальная оценка кооператива, да, но она не позволит ни в коем разе восполнить уже потерянные доходы населения, которые они потеряли за один год условно. Потому что они в каком-то, вот, допустим, в 2010 году какому-то хозяйству здесь, в Якутске на рыбопереработку дали и денег не получили. Павел Петрович, я вот видел письма тех главпоселений, которые тоже ратуют за создание единого арктического оператора. Вообще, мы давно уже ведем речь, Шахурдин тогда начал, и вы обосновали уже экономически, еще раз говорю, создание единого арктического оператора. Ну, давайте, вот, в завершение нашей программы, буквально три аргумента за, три аргумента за, да, создание, вот, унификации арктического завоза. Самый главный аргумент, это, получается, увеличение грузооборота. Как в ту сторону, так и обратно. То есть, получается, сегодня, выполняя рейсы по доставке, мы можем обратно выложить. Потому что расчет в цене товара идет, ну, грубо говоря, за круговой рейс. И когда вот рейс до туда и обратно у нас, плюс еще в центральной Якутии, когда очень много, допустим, продуктов питания поступает в Якуск, а машина обратно же возвращается в пустые. Почему мы не можем продукцию, которую мы привезли из арктического луса в центральную лусы, дальше отправить уже в центральную Россию, допустим, да? Потом, второй фактор, что возникновение дохода у населения. Может быть, это даже самое главное, потому что во главе угла у нас все-таки человек должен быть. И доходы появятся, он сможет лучше жить, допустим, да? И, получается, третий фактор, это все-таки социально-экономическое развитие района, всего района, потому что если уже будет обеспеченность продуктами питания, если люди будут состоятельные, то в арктических районах очень много месторождений законсервировано. Туда и инвесторы потянутся. Вот основные. Ну, абсолютно согласен. И еще раз говорю, как человек, который участвовал в выезде на объекты, которые заняты в арктическом завозе, я соглашусь со всем. И еще раз, просто, ну, все хотят хорошо жить, все хотят там детям достойное образование дать, чтобы в магазин сходить и нормальный набор продуктов купить. Человек в Андрюшкин, он ничем не отличается от того же Новосибирска. Просто он живет в Андрюшкин. Родился там, работает там. Кто-то должен жить в Андрюшкина. Кто-то должен там жить, да. Вот они живут, они, невзирая на все вот эти ЖКХ с высокими ценами по 4 тысячи за продуктовый набор и так далее. Они живут. Живут и работают. Вот еще раз говорю, во главе, как говорит Павел Петрович, во главе угла должен быть человек. Не только там, отдельно взятого севера там и так далее. Просто человек. Живой человек. С живыми потребностями. С детьми. С семьей. И вот, если посмотреть на эту проблему, вот под таким углом, может тогда решение какое-то и придет. Логичное. А не так, чтобы вертолеты пустые обратно летали, потому что там коммерсанты не сдали. Поговорим об этом еще раз позже.